здравствуйте это канал максимадзе и сегодня мы будем играть в замечательную игру называется bones boeing voyage собственно говоря это первое 3d игра из-за серии bones 3d короче говоря это реально bones tales по сути только в 3d он стоял с двухмерной же было тут 3d и это по сути говоря некий такой прототип к игре бон стач которую мы недавно играли вон стач является немножко обрезанной версии бонус боем боишь и почему сами узнать по ходу ролика и кстати говоря вы возможно уже заметили что изменим в микрофоне больше нету вот этот торчащий фигни вместо нее я приклеил сюда другую ткань которая не так висит и более-менее адекватно смотрится в общем говоря вышла эта игра бонус боишь на engage это такая полу телефон полу портативная консоль вещь и достаточно известная но не получила большой популярности из-за неудобства потому что как телефон она реально неудобно и собственно в меню у нас 5 пунктов музыка вся точно такая же как в волстачь однако в этой игре появились кат-сцены рада не очень примитивные в графике и кстати говоря я забыл упомянуть что все три игры был стрел с бонус боем больше был устать компания nokia выпустила совместно с компанией rovio разработала да да то есть та самая которая потом на следующий год сделает такую замечательную вещь как игры birds такие вот кат-сцены гипнот злой гипнотоид вернулся в наш мир и опять гипнотизирует кротов собственно первый уровень здесь у нас тот же самый что и в бонус тач такой же правда не гравер разрешение графики здесь ниже и дизайн гипнотоиды здесь другой не такой как в бонус тэнс бонус тач ему вернули оригинальный дизайн и правильно сделать гипнотоид который в этой игре мне не очень нравится если честно но играть на клавишах здесь у нас управление не сенсором а на клавишах мне даже удобнее чем на сенсоре играю на пока тот раз играл с телефона я был в боинг ваше на телефон тоже ставил но на пока играть удобнее потому что тут клавиатура стрелочки и с помощью энтера я прыгаю рады здесь количество жемчужин уменьшен здесь здесь в уменьшить чем будем стать там было 25 по моему здесь 15 только и текстурки у них тут другие если бы он стоялся это вроде яйца какие-то были то это вообще непонятно что как будто иски от мороженого верх верхушка мороженого про бонус боинг-вояж собственно говоря игру я узнал совсем недавно только когда решил вспомнить бонс тач который играл в своем детстве был стать была первой моей игрой серии бонс еще в далеком 60-м году на норке пятьдесят восемь ноль ноль я в нее играл продать 3 уровня не прошел не разобрался что дальше делать так оказалось что бонс тач это обрезанная версия которая имеет лишь только первую локацию только вот эту первую локацию и удлинен если здесь 1 локацию 4 уровня там 8 и концовка там собственно только что мы видели кстати кат-сцену где гипнотоид там уже внизу следующей локации и этой кат-сцены бонс тач не было потому что там следующей локации нет мы собрали все жемчужины классно собственно следующий уровень у нас открывается здесь из первой локации все четыре уровня бонс тач их восемь и восьмым восьмой уровень там является финальный там мы бились гипнотоидом здесь мы будем на этом уровне не с гипнотоидом еще биться там будет там концовку просто переделали чтобы она казалась завершающей они переходных следующих локатов там нету полин поторопился камеры управлять также тут гораздо удобнее потому что она тоже с помощью стрелочек вправо и влево а двигаться это вперед и назад собственно я когда узнал про бонс боинг-воидж я его скачал а установить его было не так просто но я это сделал и прошел в тот же день буквально за часок прошел вообще было довольно несложно и мне очень понравилось замечательнейшая игра но она не получила большой популярности потому что engage платформа не самая доступная самая доступная платформа это кнопочный телефон nokia в котором можно было стоялась поиграть ну и бонс тач тоже более доступная версия чем у вас будет ваш потому что ее может поставить под сенсорные nokia 7 норские и можем там на них играть бонс тач разрешение конечно повыше и текстурки мне нравится больше особенно у гипнотоиды как я говорил там дизайн нравится мне больше чем тут а еще такая фишка там была здесь в стать была жизнь дополнительно здесь их нет здесь жизни другим способом можно добыть а мы тоже собрали все жемчужины прикольно короче мы собрали первые 30 жемчужины мы открыли первый бонусный уровень бонусных уровней бонус тач не было поэтому жемчужины там не приносили никакой пользы собственно бонусные уровни что из себя представляют мы собираем монетки которые увеличивают очки через кольца может пролетать чтобы увеличить количество времени и короче игра закончится бонусный уровень закончится когда есть течет время и за каждые 100000 очков нам дадут по одной жизни даже если мы упадем вниз мы нас или портанет сюда одну жизнь нам уже точно дадут пять секунд каждое кольцо дает блин по 2 что ли секунды время закончилось и нам дадут две жизни потому что у нас 200000 нам предлагают на engage арена выставить свой рекорд но я если я нажму да то у меня короче вылетит игра потому что я запускаю симулятор так что я не буду это делать ни в коем случае переходим к третьему уровню собственно бонусные локация бонусных уровней здесь отличается в отличие от бонус тач если там такой закат был то здесь вообще совершенно другое темненький такой день просто а так здесь те же три локации из бонус тейлс оригинальный там было там был была эта местность вот это зеленая skywindland вторая это было пещеры правда 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 не слишком светлые какие-то были как будто мы небо видели а вторая это фиолетовая такая локация видимо мир пить на плейда здесь все они же мы проходим первую локацию сейчас следующая будет пещеры и пещеры бонус бонг войс выглядит гораздо круче чем бонус тейлс намного все головоломочки тут блин случайно хотя можно так пропрыгать на самом деле если не промахнуться случайно в этой игре будет головоломок много особенно в третьей локации так так проходим это дело и собственно в тыкве завершаем уровень так и сразу же босс у нас идет первый этот уровень являлся восьмым вон стать а тут четвертый ну это поскольку здесь это не финальный уровень здесь мы бьемся не с гипнотоидом а с вот этим вот непонятно не знаю кто это такой за гипнотизированным чудиком каким-то которого гипнотоид конечно же за гипнотизирован то еще но ну а здесь но так делать надо то же самое выворачиваться от камней крестик внизу означает что эту эту к сцену нельзя пропустить бонус тачи это был перезнак перечеркивания запрещающий круглый шок я должен подойти к какой-то дверце что ли где вот тут лапы торчат спереди это собственно вот эти двери эти дырки это одно существо как раз голова которого вылезает из двери собственно моего типа спасли и он подарил нам возможность становиться каменным собственно как вам стоял здесь есть три формы шара которые можно менять переходим на вторую локацию это пещеры некая такая вторая глава можно сказать собственно музыка своя тут такая же как бы он стрел с пещерах но здесь новая аранжировка собственно можно менять на заданную кнопку форму собственно блоки у нас ледяные которые разрушаются этим самым булыжником если был стрел с булыбник был нужен для того чтобы каменные глыбы разбивать стены тут он разбивает лед так вот выглядит пещера они здесь более такие замкнутые локации которые тоже кучи всяких вещей собственно как вы уже поняли на этом уровне начинается полное расхождение сбору стать потому что этих уровней этих локаций не было там вот там были новых четыре уровня которых не было здесь и в каждом из них кстати появились все враги крутилки такие которые были в баун стоялся здесь здесь нету их те уровни тоже были довольно интересны но все же здесь поскольку разнообразно касси все равно интереснее так а это у нас конец уровня он стрел с пещерах конец уровня это такие грибки фиолетовые были а здесь вот такая вот терраса какая-то собственно 80 жемчужина надо разблокировки следующие уровни я у меня нету цели собирать все при все мне нужно просто пройти игру и показать вам и запариваться надо чтобы все жемчужины собрать собственно 3d бонс некий такой реально был стоял стрелять дэв которым не просто как бы уровне такие трехмеры тут еще и такие вот они реально интересные вещи всякие ленты приближные вот эти вот прессы ну и как вы уже наверное поняли или и да и знаете может быть уже даже бонс тачи нету никаких нету никакой смены формы шара только обычным шаром играть играем в нем нету там необходимости других шарах так мы собственно разбили лет и шестеренки снова могут двигаться и вот этот мост у нас переворачивается блин хорошо так снова лед разбиваем его булыжником здесь у нас вот такая платформа которую надо надавить булыжником его и выкачать воду собственно прошли уровень отлично и мы видим кат-сцену который выясняется что гипнотоид собирал все вот эти бобовые стебли скайби лендет чтобы приготовить себе напиток который прибавляет ему кайфы так пушка у нас тут обозначается вон стач виду отсутствие второй локации и 3 завезли пушки в новый уровень там были они мост этот сквозь вот эту штуку попрошел разбиваем виденную палку и из яйца видимо вылупляются черепахи правда их тут по моему шесть или пять а яйца было всего три в каждом яйце по 2 черепахи что хотя может это не черепахи может быть это рыбы какие-то странные получили пахи полу рыбы непонятно что это существа мармеладный птиц в первых локациях а пахи страны собственно вон стоял можно было под водой плавать и с помощью пляжного меча по воде самой перемещаться на воде а здесь нет здесь пляжного меча нет здесь третья форма будет другой совершенно потом какая увидите в скором времени собственно следующий уровень последний как раз таки с этой локации реально прикольные локации мне прям нравится очень бонстрел с пещеры были слишком похожи на первую локацию а здесь а здесь вообще не похожи у каждой локации тут абсолютно разная атмосфера и Продолжение следует... 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 так здесь мы с помощью пушки попадаем вот в эти пластины собственно промахнулся вон стать мы на парочке по уровню или на одном стреляли не в такие пластины ввиду отсутствия грязевого шприка в специальные такие красно-зеленые пластины которые надо просто попасть было тоже для активации двери блин чуть чуть ниже надо так а вот здесь у нас надо собрать картинку из трех кубиков собственно в он стать это было на там правда надо было врага крутилку собрать а тут мы собираем гусеницу портала вот так тут у нас красные порталы прыгать нам надо в синие а если в розовый розовый даже они нас телепортируют назад могут телепортировать из кого-то другого портала зашли в этот а а вышли с той стороны иногда такие порталы могут ввести и в бонусы в одном из порталов короче где-то яйца должны быть не в этом ли вот и жемчужина какие яйца ну а так там прыгать в основном надо в голубые собственно здесь нам надо правильную скважину пододвинуть ключу вот так И в полной темноте идем к порталу. Снова порталы, что у нас тут, ага, надо детали к картинке подобрать. Мы видим довольно нахмуренную рожу, а давайте сделаем веселую, добавим улыбку и веселых глаз, чтобы сверху эта веселая картинка казалась. И один из порталов становится голубым. А тут, а здесь надо выбрать правильный путь через логику, собственно говоря. Тут все логично. Морковку любят зайцы и кролики. А там у нас пчелы или пчелы или осы. Ну пчелы у нас, собственно, летят к цветам. Гипнотоид. Гипнотоид, ну типа квадратный у нас. Ракета летит к звездам. А наш красный шарик, соответственно, шарик. Круглый. Если выбрать неправильный ответ, то потеряем жизнь. Собственно, тут надо попасть. Блин, промазал. Надо чуть-чуть ниже. Так, и в третью. Теперь стреляем ниже. Так, и еще раз. Так, а здесь надо пролететь через ключ. Если мы не перелетим через него, портал не появится. Я промахнулся. Сто жемчужин ровно собрано у нас. Так, предпоследний уровень осталось два. Так, здесь нам пишут, надо пять таких штук загрязнить. Убираем грязневого шарика и спускаемся вниз. А мы не только пять, мы все сразу. Собственно, за все... За все мы получаем доступ к вот этим четырем же жемчужинам. Если бы мы только пять, а не все, то мы бы сразу бы телепортировались сюда, без вот этого бонуса. Так что, если хотим на сто процентов пройти, то нужно все коснуться. Обратите же. Так, а здесь нужно стоять только на нужных клетках. Неверная клетка упадет. Так, с помощью пушки залетаем сюда. Почему под шариком остаются зеленые частицы? Если мы не по зеленым теперь ходим. Типа на первую локацию был рассчитан. Изначально тут. Вот это прыжок хороший. Ну, уж думал, не допрыгну. На крючке висит прям. Так, а вот в этом месте надо вовремя нажать кнопку. Да, очень вовремя нажали сейчас. Колесо вот такое вот. Ой, а кто это кричал? Чей-то голос был. Что-то непонятно. Да, здесь у нас кран. Из которого, видимо, напиток для гипнотой. Что-то. О, че, кто это? О, че, кто это? И разломать ледяные вот эти штуки. Да, короче, сломали мы кран. И... Бобовых стеблей это фигня не течет. Та-кей. Финальный уровень. Битва с гипнотойом. Так, но перед ней нам надо сначала пройти вот это место. И не видим... И чтобы невидимые шипы не успели нас достать. Отлично. Появился портал. Собственно, он стал больше. И еще во время атаки у него ирокез отрастает. Нам нужно запачкать грязью его со всех сторон. Блин, не получилось. Не получилось. Так. И уворачиваться нужно от атак. Хорошо. А, блин. Если... Если вас, кстати, беспокоят шипы, то можно просто вот так сделать с помощью камня. Вот так вот. И мы разломали ему тут производство. Короче, все. Короче, спасен Sky Binland. И гипнотоиды, короче, заставили обратно сажать все бабовые стебли. Поздравляем. Злой гипнотоид снова повержен. И мир Понг... Понг... Пингги. Понгпингги. Снова спасен. Не Sky Binland разве он называется? Собственно, хэппи-энд. Все счастливы. Снова. Игра пройдена. Игрушка замечательная. Мне реально очень понравилось. Вот реально. К сожалению. Бонус. Вот какие игры выходили из серии Бонус. Бонус на Symbian сначала вроде выходил. Был классический Бонус на кнопочных телефонах Nokia. Бонус Баг. Потом Бонус Тейлс третьей игрой стала. Бонус Боинг Войж. Бонус Тач. Вот Бонус Тач стала последней удачной игрой в серии Бонус. Пожалуй. Последней удачной игрой в этой серии. Дальше выходили проекты довольно непонятные и неуспешные. Бонус Эволюшн. Трехмерная игра. которая выходила эксклюзивно для Маоми с операционной системы что ли для Nokia N900. А вторая еще в 2010 выходила Бонус Боинг Баттл. Это вообще сборник мини-игр для мультиплеера. Ничего интересного не представляет из себя особо. Это не тот Бонус. Если хотите можете в комментах написать могу пройти еще Бонус классический не экранку как с Nokia на влоговом канале снимала а тут прям на запись с эмулятора. Ну и Бонус Бэк мне кажется тоже заслуживает того чтобы его можно было пройти. Тоже хорошая игра хотя и не столь популярная. А вот и на самом деле Бонус Боинг Войж это реально офигенная просто игра и мне кажется было бы здорово по ней ремейк какой-нибудь сделать с более современной графикой в котором можно было бы в первой локации 8 уровней использовать как в Бонус Тач было. Вот вообще было бы уместно. И во второй и третьей локации тоже еще по нескольку новых уровней бы сделать и было бы зашибись. Вообще офигенная была бы игра я бы с удовольствием сыграл. Но скорее всего такого не увидим мы на свет. На сегодня все. С вас и Кос подписывайтесь с меня эпичный видос и подписывайтесь на мой логовый канал Свадерова ВКонтакте и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok